Переломить тенденцию снижения уровня жизни населения. Дмитрий Медведев назвал эту задачу основной для российских властей. Об этом глава российского правительства заявил на Гайдаровском форуме 2016. По его словам, социальная поддержка и помощь предприятиям должны исправить ситуацию. Премьер отметил, что эта задача в нынешних условиях сложная, но у нас никогда и не было легких задач. Выступая на Гайдаровском форуме, премьер отметил, что правительство готово к принятию мер, которые помогут смягчить возможные последствия кризиса для людей. Нужно стимулировать потребительский спрос, индексировать пенсии, пособия. Нами уже поддержана идея индексации пенсий по фактической инфляции. Это произойдет с 1 февраля. Мы также будем поддерживать рынок труда. Будут запущены программы подготовки и преподготовки кадров, которые привязаны к наиболее перспективным и востребованным предприятиям. Сегодня необходимо создавать условия для людей, чтобы у них была возможность просто зарабатывать деньги. Нужно еще раз внимательнее проанализировать систему социальных пособий, сделать ее более эффективной, более адресной. Возможно принять решение о дополнительных антикризисных мерах поддержки. Главная задача российских властей сегодня – переломить тенденцию падения уровня жизни людей. Но главный способ ее достижения – добиться устойчивого роста экономики, отметил Медведев. Поэтому в сложившихся условиях власти не будут ограничивать свободу предпринимательской деятельности. У власти есть понимание, что бизнесу нужна большая свобода, чем та, которую он умеет сейчас. И государству в одиночку без бизнеса не изменить модель экономического развития. Но когда снаружи осуществляются попытки давления на страну, внутри продолжается административный и зачастую правоохранительный прессинг, то реакция экономики может быть только одна – она начинает задыхаться. Поэтому мы просто обязаны снять внутренние ограничения, которые угнетают бизнес. Это абсолютно императив. Если же бизнес-сообщество почувствует, что все обещания остаются лишь словами, то начнется обратное движение. Ничто не остановит и так немалый отток капитала. Ситуация в экономике, хоть и непростая, но управляемая, подытожил премьер. Правительству удалось в определенной степени смягчить влияние внешних шоков, в том числе с помощью антикризисного плана, в котором сосредоточили ресурсы на поддержку наиболее уязвимых точек как в экономике, так и в социальной сфере.